Здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим кипячение и охмеление сусла. А именно, способы охмеления сусла. Кипячение сусла с шишковым хмелем. Охмеление сусла с брикетированным или гранулированным хмелем. Охмеление сусла хмелевым экстрактом и от хмелевой дробины. Способы приготовления сусла для различных сортов пива. Жигулевского, Рижского, Московского, Мартовского, Ячменный Колос, Российского, Юбилейного. А также определение дозировки хмеля. На вкус пива значительное влияние оказывает не только качество и количество хмеля, использованного для варки, но также способ его переработки. Хмель является самым дорогим пивоваренным сырьем, которое, однако, технологически используется недостаточно. Кроме этого, продуктивность хмеля снижается в результате естественного старения в зависимости от условий хранения. Поэтому кипячение сусла с хмелем с точки зрения качества и экономики является очень важной производственной операцией. Это особенно относится к производству светлого пива пизинского типа, которое при варке сильно охмеляют с целью получения пива с выразительным и приятно горьким вкусом. Определение дозировки хмеля. Дозировка хмеля зависит прежде всего от вида изготавливаемого пива. Светлое пиво обычно охмеляют больше, чем темное, а крепкое больше, чем слабое. Причиной этого до определенной степени является более низкое содержание осаждаемых белков в слабом сусле. Так что при варке хмеля потери горьких веществ в виде бруха меньше. На интенсивность и качество горечи влияют проведение варки сусла с хмелем и условия при брожении и дображивании. Существенное влияние имеет химический состав производственной воды. Мягкие воды с низким содержанием карбонатов требуют большей дозы хмеля. Горечь такого пива приятнее, тоньше. Пиво же из твердых карбонатных вод отличается более низком охмелении резкой и грубой горечью. Наконец, при охмелении следует учитывать то, что свежий, хорошо сохранившийся хмель более продуктивен, чем старый. При определении дозировки хмеля не в последнюю очередь учитывается требование потребителей горечи отдельных сортов пива. Дозировку шишкового хмеля в сусли определяют по нормам, представленным в таблице, которую вы видите на экране. В зимний период норма расхода хмеля может быть уменьшена на 10%, а в летний увеличена на 10% для получения более стойкого пива. При приготовлении сусла на воде с высоким содержанием карбонатов горечь пива будет выше. В этом случае, чтобы не получить пиво с резкой горечью, снижают количество вносимого хмеля и сокращают продолжительность кипячения сусла. Для приготовления пива стабильного качества разработаны нормы расхода хмеля с учетом содержания в нем горечи, характеризуемой наличием альфа-кислоты бета-фракций и выражаемой в граммах на 1 грамм сухих веществ хмеля. Содержание горечи в хмеле ГХ определяют по формуле. Нормы величины горечи альфа-кислоты и бета-фракция хмеля вводимого в сусла для получения необходимого охмеления для каждого сорта индивидуальны, так как охмеление является одной из характеристик сорта. Нормы внесения воздушно-сухого прессованного хмеля на 1 дал горячего сусла вычисляют по уравнению. Количество воздушно-сухого прессованного хмеля на 1 дал готового пива с учетом предельно допустимых потерь по жидкой фазе П, Ж в процентах будет рассчитываться по формуле. В зависимости от сорта пива качество хмеля и перерабатываемого солода хмель вносят в сусло в 2 или 3 приема. Если для пива определенного сорта количество хмеля не указано специально, то хмель в сусло вносят порциями. Для сортов с массовой долей сухих веществ в начальном сусле до 11 процентов включительно. 90 процентов вносят через 10-15 минут после начала кипячения и 10 процентов за 30 минут до окончания кипения сусла. Для сортов с массовой долей сухих веществ 12 процентов и выше, 80 процентов вносят через 10-15 минут после начала кипячения сусла, а 15 процентов за 30 минут и 5 процентов за 5-10 минут до окончания кипячения сусла. Для пива с массовой долей сухих веществ до 11 процентов используют хмель с базисными и ограничительными нормами качества по цвету, содержанию альфа кислот и влаги. А для пива с массовой долей сухих веществ в сусле 12 процентов и выше применяют хмель с базисной нормой по цвету при базовой или ограничительной норме по содержанию альфа кислот и влаги. Для повышения эффективности использования горьких веществ и экономии хмеля кроме сухого шишкового хмеля применяют шишковый хмель мокрого помола. Молотый блекетированный хмель водно-изомеризованный экстракт из молотого хмеля и хмелевые экстракты. Кипячение сусла с шишковым хмелем. От начала поступления первого сусла и почти до окончания подачи промывной воды, второе сусло, температуру общего сусла в сусловарочном аппарате поддерживают не ниже 63 градусов Цельсия во избежание развития инфекции. И не выше 75 градусов Цельсия для сохранения части альфа-амилаза в активном состоянии. Необходимо здесь для осахаривания остатков крахмала дробины. Затем проверяют полноту осахаривания сусла по йодной пробе. При неполном осахаривании добавляют вытяжку от следующего затора или ферментный препарат амилолитического действия. Сусла выдерживают некоторое время и еще раз проверяют полноту осахаривания. Сусла начинают кипятить как только закончится поступление промывной воды из фильтра ционного аппарата. Продолжительность кипячения составляет 1,5-2 часа, в среднем 2 часа. Хмель с ограничительными показателями по качеству и долго хранившийся вносят в сусло одной порцией и кипятят не более часа. При коротковременном кипячении сусла происходит снижение полноты использования хмеля и уменьшение стойкости пива к холодному помутнению. А при более длительном кипячении коагулированные белки могут частично разрушаться и переходить в раствор. Пептизация белков. Интенсивность кипячения сусла определяют по количеству испарившейся влаги в течение 1 часа, которое должно соответствовать 5-6% в час к массе сусла. Сусла кипятят менее интенсивно в начале варки, чтобы не вызвать сильного вспенивания и в конце варки для хорошего хлопья образования. При наличии герметически закрытых сусловарочных аппаратов кипячение сусла можно проводить при повышенном давлении и температуре 105 градусов Цельсия, что способствует улучшению коагуляции белков, повышению экстракции горьких веществ из хмеля и дает возможность использовать вторичный пар для других технологических нужд. Конец кипячения сусла определяют по содержанию сухих веществ в нем, наличию крупных хлопьев с коагулировавших белков и по прозрачности сусла. При определении конечного содержания сухих веществ учитывают последующее повышение их концентрации при охлаждении сусла. Когда сусло готово, прекращают подачу пара в паровую рубашку, дают успокоиться поверхности кипящего сусла, забирают объем сусла в аппарате, отбирают пробу сусла в цилиндр, быстро охлаждают и определяют в нем концентрацию сухих веществ. Если не достигнута требуемая для данного сорта величина, продолжают кипячение. Сусла с требуемой концентрацией сухих веществ пропускают через хмелеотборный аппарат. Охмеление сусла предварительно увлажненным и измельченным шишковым хмелем. Шишковый хмель измельчают в специальные дробилки непосредственно перед использованием. Для этого в приемный бункер дробилки загружают хмель, добавляют водопроводную или промывную воду и замачивают 5 минут при температуре от 50 до 60 градусов Цельсия. Затем хмель размалывают и подают одним приемом в сусловарочный аппарат за 1 час до конца кипячения. При этом PH сусла должен быть не ниже 5,3. За счет лучшего экстрагирования горьких веществ экономия хмеля при таком способе использования составляет 10%. Охмеление сусла молотым брикетированным или гранулированным хмелем. При наличии гидроциклонных аппаратов для отделения хмелевой дробины шишковый хмель можно полностью заменить молотым хмелем, в других случаях до 30%. Молотый хмель вносит в сусло PH не менее 5,2 в 3 приема. При таком способе норму расхода хмеля умножают на 0,9. Гранулированным или брикетированным хмелем шишковый хмель может быть заменен полностью или частично. Примерный режим внесения 25% через 10-15 минут, 50% через 35-40 минут после начала кипения сусла, оставшиеся 25% для сусла концентрации до 11% сухих веществ вносят за 30 минут, а для сусла с массовой долей сухих веществ 12% и выше, 15% за 30 минут и 10% за 5-10 минут до окончания кипячения сусла. Количество внесенного гранулированного хмеля H1G рассчитывают по формуле. Охмеление сусла водоизомеризованными экстрактами из молотого хмеля. Воду изомеризованные экстракты готовят непосредственно перед использованием. Для их получения в сосуд с паровой рубашкой и мешалкой из фильтрационного аппарата набирают промывную воду, содержащую 3-6% сухих веществ. Из расчета 100 литров на 2,5 килограмма хмеля. Нагревают ее до кипения, добавляют на каждые 100 литров по 60-80 граммов, на 3,2-СО3 до PH 6,9-7,3 и кипятят 10 минут. В кипящую воду при перемешивании вносят хмелевые брикеты или предварительно улажненный и измельченный хмель. Смесь кипятят еще 30 минут. Повышение щелочности среды способствует растворению и изомеризации горьких веществ хмеля. Отстоявшийся экстракт хмеля подают в сусловарочный аппарат за 30 минут до конца кипячения сусла. Оставшуюся в экстракторе хмелевую дробину промывают кипяченой водой и ее используют в фильтрационном аппарате для промывания пивной дробины. В результате более полного экстрагирования и изомеризации горьких кислот расход хмеля при таком способе снижается на 25-30%. Охмеление сусла хмелевым экстрактом. На отечественных пивоваренных заводах хмелевым экстрактом заменяют до 50% шишкового хмеля. Экстракт хмеля медленно вводят в кипящее сусло при работающей мешалке с первой порции шишкового хмеля. Экстрактом хмеля заменяют до 50% хмеля, причем весь экстракт вносят с первой порцией. Количество экстракта рассчитывают по формуле. Расшифровка формулы приведена внизу экрана. Отделение пивного сусла от хмелевой дробины. Сразу после кипячения сусла освобождают от хмеля в хмеле отборном аппарате, который устанавливают под сусловарочным аппаратом. Хмелеотборный аппарат представляет собой цилиндрический сосуд 5 с коническим дном и крышкой с люком 8, установленный на стойках 13. Мешалка 2 приводится в движение от привода 14 через муфту 12. Герметичность корпуса при вращении вала мешалки обеспечивается сальником 11. Кран 1 предназначен для поочередного спуска из хмелеотборного аппарата, профильтрованного сусла и хмелевой дробины. Хмелеотборный аппарат снабжен также смесителем 6, оросителем воды 7, указателем уровня 9, краном 10 для отбора проб. Разделение смеси происходит следующим образом. Сусло с хмелевой дробиной стекает из сусловарочного аппарата в хмелеотборный аппарат через штуцер 4 при работающей мешалке. Хмелевая дробина остается на сите 3, а сусло проходит сквозь сито и насосом 15 через разгрузочный кран 1 и распределительный кран 16 перекачивается на охлаждение. В хмелевой дробине остается 6-7 литров сусла на 1 кг хмеля. Поэтому ее промывают горячей водой и промывную воду присоединяют к суслу. Затем аппарат заполняют водой, смешивают с хмелевой дробиной и удаляют насосом 15 в отходы. Вместе с хмелевой дробиной удаляется значительная часть скоагулировавших белков. Хмелевую дробину промывают горячей водой, которую присоединяют к суслу. Воды следует использовать столько, насколько объем сусла уменьшится за счет испарения во время перекачивания и охлаждения. Последнюю промывную воду можно использовать на затирание. Кипячение сусла с использованием аппарата с выносным нагревательным контуром. Один из путей реализации экономии хмеля и пара при охмелении пивного сусла предложен научно-исследовательским институтом пивной и бродильной промышленности. На экране изображена схема установки, которая включает смеситель 1, сусловарочный аппарат гидроциклонного типа 2, теплообменник 3, насосы 4 и 5. Смеситель предназначен для приготовления хмелевой суспензии, выполнен в виде сосуда с цилиндрическим корпусом, коническим днищем и плоской крышкой, на которой установлен привод. Сусловарочный аппарат представляет собой сосуд с цилиндрическим корпусом, коническими днищами и крышкой. Он снабжен моющими головками, размывателем осадка, центральной трубой с встроенным инжектором и отражателем. Кипячение сусла в аппарате с выносным теплообменником осуществляется следующим образом. В нижнюю часть аппарата подают сусла, объем которого определяют по указателю уровня. После набора сусла с помощью насоса 4 начинает циркулировать по контуру аппарат теплообменник аппарат. Причем в начале цикла подается через патрубок для ввода сусла, а после нагревания до температуры кипения через нижний патрубок и центральную трубу с инжектором. В сусловарочном аппарате происходит кипячение, а затем осветление готового сусла путем осаждения скоагулировавшего белка. Готовую хмелевую суспензию и из смесителя направляют сусловарочный аппарат к началу кипения. Особенностью приготовления сусла по этому способу является то, что сусло в аппарате находится под атмосферным давлением, а в теплообменнике создается избыточное давление и температура сусла в нем повышается до 108-110 градусов Цельсия. Подача сусла в центральную трубу с встроенным инжектором способствует активной циркуляции сусла в аппарате, что интенсифицирует процесс кипячения. На входе в аппарат происходит эффект снятия давления и активное испарение воды 8,5% вместо 5-6% за час при традиционном способе. Когда массовая доля сухих веществ сусла достигнет требуемой величины, нагревания прекращают. Интенсификация кипячения сусла позволяет сократить ее продолжительность до 60-70 минут. Аппарат выполняет также роль гидроциклона для отделения взвесей, так как имеет тангенциальный ввод сусла. Готовое сусло перекачивают на охлаждение последовательно с трех уровней аппарата, а затем оставшийся белковый осадок выводит в фильтрационный аппарат. Преимущество применения данной установки состоит в снижении расхода пара на 20%, хмеря на 5-6% и сокращении продолжительности кипячения сусла почти в два раза. Расчет выхода экстракта при переработке зернового сырья в варочном цехе. Выход экстракта – это масса экстрактивных веществ, перешедших в горячее сусло из затертых зернопродуктов. Выражается в массовых процентах, то есть грабов в 100 граммах. Выход экстракта характеризует полноту использования экстрактивных веществ в зернопродуктов при приготовлении пивного сусла и зависит от качества этих зернопродуктов и правильного выбора режима их переработки. Выход экстракта – Э большое – массовых процентов вычисляют по формуле. Расшифровка обозначений представлена на экране. Рассмотрим непрерывный способ производства хмеленного сусла. Бесспорным преимуществом классического варочного процесса является то, что он позволяет легко поддерживать и изменять условия ферментативных реакций, особенно при изменении качества сырья. Состав сусла, полученного непрерывным способом, не должен отличаться от состава сусла, изготовленного из такого же сырья периодическим способом. Классический процесс может быть разделен на три этапа – растворение экстрактивных веществ и осахаривание крахмала, отделение сусла от дробины и ее выщелачивание, кипячение сусла с хмелем. Невозможно перечислить все факторы, от которых зависят эти процессы и тем более при непрерывном способе. Поэтому некоторые исследователи занимаются решением только частичных проблем – непрерывное затирание, непрерывное кипячение сусла с хмелем и т.д. Рассмотрим одну из возможных схем непрерывного производства хмеленного сусла. Эту схему вы сейчас видите на экране. Очищенный солод и его заменители поступают в бункер 1, из которых автоматически отбираются. Солод проходит через дозатор 2 и попадает в двухвальцовую дробилку 3 и далее в заторное устройство 4. Заменители – дробленый рис или кукуруза – проходят через объемный дозатор 5 и попадают прямо в заторное устройство 4, соединенное с насосом. В заторное устройство подается вода, температура и ее объемы регулируются автоматически. Затор перекачивается в конвентар 6 насосом, который вводит в него точно определенную дозу. Конвентар представляет собой систему трубок, погруженных в водяную баню. В них затор медленно нагревается и постепенно осахаривается. После этого осахаренный затор проходит через специальный обогреватель 7, в котором нагревается до температуры необходимой для быстрой фильтрации и поступает в ротационный фильтр 8. Это кругообразный сосуд, разделенный внутри на 10 самостоятельных секций, расположенных веерообразно и вращающихся по кругу. Они имеют дно с фильтрационными отверстиями. Сусло в них отфильтровывается, а дробина выщелачивается в противотоке. Жидкие промывные воды из последней секции проходят через невыщелочную дробину в предыдущих секциях. Выщелочная дробина из последней секции автоматически выгружается на шнековый транспортер. Первое сусло и промывные воды собираются в приемнике 9, из которого насосы перекачиваются в полу непрерывную сусловарочную систему. Она состоит из бункера хмеля, соединенного с дозатором 10 и двух горизонтальных полуцилиндрических резервуаров 11, в которых проводится кипячение сусла с хмелем. Сусловарочные резервуары в нижней части снабжены обогревательной системой. Они заполняются попеременно. Когда первый резервуар наполнен, содержимое нагревается до кипения, добавляется хмель и проводится кипячение сусла с хмелем. Между тем заполняется второй варочный резервуар. После кипячения сусла с хмелем прокипяченное сусло спускается в хмелеотделитель 12, в котором оно отделяется от хмеля и выщелачивается хмелевая дробина. Охмеленное сусло перекачивается в следующий приемник 13. Экстра пар из обоих варочных резервуаров поступает в конденсаторы 14 и используется для нагрева производственной воды. Из приемника 13 сусло перекачивается в прибор 15, в котором автоматически корректируется плотность путем добавки кипяченой воды с учетом установленного объема экстракта. Сусло проходит через измерительную систему 16, в которой определяется объем, температура и плотность сусла. Готовое сусло собирается в приемнике 17, из которого непрерывно перекачивается через два теплообменника 18 и охлажденным поступает бродильные чаны. Управление перекачиванием продукта, регулирование температуры и большая часть всех других операций осуществляется централизованно с пульта. Контрольные и регистрирующие приборы находятся на щите управления. Поверхности, соприкасающиеся с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали. В решении сложных узлов установки, в частности управления, регистрации и измерения параметров процесса используются современные приборы. Как видно из описания, сусловарочное устройство не работает полностью непрерывным способом, однако из последнего приемника сусло вытекает непрерывно и постоянно в одном и том же количестве. Введением за конвентером дополнительного элемента можно отделить часть затора и после кипячения снова вернуть его в конвентер. Таким образом можно приблизить процесс к декокционному процессу. При проведении сравнительных анализов в опытах по непрерывному производству сусла, полученному классическим способом, не были отмечены существенные изменения в химическом составе сусла. Способы приготовления различных сортов пива. Пиво жигулевское. Сусло готовят из светло-ячменного сода и несоложенного зернового сырья. Хмель вносят из расчета 0,68-0,85 грамм горьких веществ хмеля на один дал. Расход зернового сырья зависит от его экстрактивности, влажности и технологии приготовления сусла. При замене 15% солода ячменем и экстрактивности солода 76% к массе сухих веществ, влажности солода 5,6% и для ячменя соответственно 75,15% Расход на один дал пива составляет 1,62 кг светлого солода и 0,29 кг ячменя. Массовая доля сухих веществ в начальном сусле 11%. Пиво рижское. Сусло готовят из светлого солода по одно или двухотварочному способу. Хмель вносят из расчета 0,99-1,24 грамма горьких веществ на один дал готового пива. При внесении хмеля в три приема первую порцию 30% дают во время набора первого сусла, вторую порцию 40% в начале кипячения, третью 30% за полчаса до конца кипячения сусла. При добавлении хмеля в четыре приема первую порцию 30% дают во время набора первого сусла, вторую порцию 40% в начале кипячения, третью 28% за полчаса и четвертую 2% за пять минут до конца кипячения. Расход солода на один дал готового пива составляет 2 кг. Массовая доля сухих веществ в начальном сусле 12%. Пиво московское. Сусло готовят из светлого солода 80% и рисовой муки или сечки 20% по двухотварочному режиму затирания. Рисовую муку или сечку добавляют в первую отварку затора в аппарат и кипятят 40 минут. Хмель вносят в сусло, как и для пива рижского, из расчета 1,2-1,5 г горьких веществ на один дал. Расход зернопродуктов на один дал пива составляет 2,17 кг. Из них 1,74 кг солода и 0,43 кг рисовой муки или сечки экстрактивностью 85% и 36 г хмеля. Массовая доля сухих веществ в начальном сусле 13%. Пиво мартовское. Сусло готовят по трехотварочному режиму из темного 40%, светлого 50% и карамельного 10% солода, затирая их раздельно. Допускается замена темного солода светлым с увеличением доли карамельного солода или добавлением сжженного солода для повышения цветности пива. В этом случае затирание ведут с двумя отварками и сусло кипятят с хмелем 2 часа. Хмель вносят из расчета 0,73-0,91 г горьких веществ на один дал пива. 30% в конце фильтрования первого сусла, 40% через 40 минут и 30% через полтора часа после начала кипячения сусла. Расход зернопродуктов составляет 2,46 кг на один дал пива. В том числе 1,23 кг светлого солода, 0,98 кг темного солода, 0,25 кг карамельного солода. Массовая доля сухих веществ в начальном сусле 14,5%. Пиво ячменный колос. Сусло готовят так же, как и сусло для пива жигулевского. Из светлого солода 85% и ячменя 15%. Допускается замена ячменя рисовой или кукурузной крупой и замена 5% солода тростниковым с сахаром с овцом. Качество солода и несоложенного сырья должно обеспечивать получение сусла с высокой степенью сбраживания. Расход хмеля на один дал готового пива, как на жигулевское. Расход зернопродуктов на один дал готового пива составляет 1,9 кг. В том числе 1,62 кг солода, 0,28 кг ячменя. Массовая доля сухих веществ в начальном сусле 11%. Пиво российское. Сусло готовят из светлого солода 85%, рисовой крупы 10%, сахара 5%. Затирание проводят одноотварочным способом. Расход хмеля по норме внесения горьких веществ в горячее сусло 0,56-0,7 г на дал. Режим внесения хмеля в две порции. Первая 70% через 10-15 минут после начала кипения, вторая порция 30% за 30 минут до окончания кипячения сусла. Пиво юбилейное. Сусло готовят из светлого солода 79%, рисовой крупы 10%, кукурузной крупы 10%, сахара 1%. Хмель задают по норме ГС 1,59, а 1,99 г на дал. Допускается замена кукурузной крупы рисовой. Затирание проводят двухотварочным способом. Режим внесения хмеля первая порция 40% до полного набора сусла. Вторая порция 35% через час после начала кипения сусла. Третья порция 20-22% за 30 минут до окончания кипения сусла. Четвертая порция 3-5% за 5 минут до окончания кипения сусла. Массовая доля сухих веществ в сусле 17%. Вы посмотрели видео, посвященное варке сусла с хмелем. Подписывайтесь на канал. Поставьте колокольчик уведомления и вы будете получать уведомления о новых видео сразу после их выхода. Поставьте лайк, напишите комментарий с вопросами, если вам что-то непонятно. Или вы хотите покритиковать меня, поспорить со мной, выразить свое негодование. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.